Сжигаем жир быстрее. Верите вы или нет, вода лучше жиросжигателя на рынке. Ваша печень, которая перерабатывает жир, нуждается в большом количестве воды для нормального функционирования. Обезвоживание снижает скорость жиросжигания и плохо влияет на мышцы и суставы. Если вы хотите избежать обезвоживания, пейте больше. Я уверен, что вы слышали совет пить 8 стаканов чистой воды в день. Хотя это хорошее начало, ваш вес, питание, уровень активности и прочее влияют на ваши потребности в воде. Судите о том, сколько вам нужно пить по цвету вашей мочи. Если она от бледно-желтой до прозрачной, то воды достаточно. Если она более насыщенно-желтая, то вы должны пить больше воды. Если пить достаточно, вы не будете чувствовать голод. Жажду часто путают с голодом, говорит спортсменка команды Гаспари Эшли Кольвальтайзер, участница IFBB Бикини Про. Если вы чувствуете голод, вы можете просто быть обезвожены. Если вы подозреваете, что это ваш случай, просто выпейте несколько стаканов воды перед едой. Не сидите на причудливых диетах. Строгие диеты, такие как грейпфруктовые диеты или диеты на капустном супе, могут помочь похудеть быстро. Но это не продлится долго. Как только вы вернётесь к обычному рациону, вы будете выглядеть хуже, чем до начала диеты. Более того, в этих строгих диетах не достаёт ключевых макронутриентов, которые важны для нашего здоровья. Кольтайвайзер считает, что лучший способ сжечь жир – использовать диету, которой вы сможете придерживаться долго. Придерживаясь диеты, дольше недели-двух поможет вам сжечь жир быстрее и позволит вам сохранить форму долгое время. Может быть, это и звучит безумно, но увеличение частоты приёмов пищи помогает похудеть. Но, не поймите меня неправильно, частота приёмов пищи не так важна, как качество пищи. Ещё один спортсмен – Гаспаре Колин Васиак. Основа качества – сложные углеводы, здоровые жиры и низкокалорийные белки, распределённые правильно в течение дня, заставляют ускориться ваш метаболизм, что приводит к сжиганию жира. Если вы питаетесь всего три раза в день, время пересмотреть рутину. Легенда бодибилдера Рич Гаспаре точно знает, как частота и качество пищи приводят к трансформации тела. Когда моя цель – сжечь жир, я слежу за тем, чтобы есть 6-8 раз в день и при этом маленькими порциями. Увеличение количества приёмов пищи ускоряет метаболизм. И в итоге я не съедаю так много пищи, чтобы что-то отложилось в жир. Наверное, вы слышали, что для того, чтобы похудеть, надо делать больше повторений с меньшими весами. Погодите, вы что считаете, что 20 повторов с 5-килограммовой гантелью лучше, чем 10 повторов с 10-килограммовой? В этом нет никакого смысла. Чем больше у вас мышечная масса, тем больше энергии она требует. Лёгкие веса – не выход. Веса должны быть каждый раз вызовом для вас, но не жертвуйте своей формой ради более тяжёлых весов. Если не прорабатывать мышцу так же и мысленно, то вы будете просто выполнять упражнения, вовсе не заставляя мышцы расти. Постренировочный приём пищи критичен для нормального восстановления строения мышц и восполнения энергии после тренировочной сессии. Однако, вы не можете просто рассчитывать на то, что еда сама выполнит за вас ваши цели. То, что вы едите перед тренировкой и весь день – важный фактор похудения. Другими словами, если питание неправильное, то богатый приём, постренировочный приём пищи, делу не поможет. Номер 7. Делайте кардио. Когда ВСЯК собирается ускорить жиросжигание перед соревнованиями или фотосессией, он использует для этого кардио. Делайте кардио после силовых, а не перед, говорит он. Кардио после силовых помогло мне увеличить мой жиросжигательный потенциал, так как легогеновые хранилища уже были опустошены. Делать кардио после силовых полезно ещё и тем, что это помогает сохранять энергию для того момента, когда она больше вам нужна во время тяжёлых базовых упражнений. Гаспарь с другой стороны действует по-другому. Я предпочитаю делать кардио с утра на голодный желудок, когда я хочу подсушиться. Я делаю по 20-30 минут кардио 5 раз в неделю. Если жиросжигание замедляется, я добавляю 10 минут каждой сессии. У каждого должен быть кардио свой подход. Выбирайте метод, который больше всего соответствует вашим планам. Когда дело касается жиросжигания, интенсивность – наше всё. Гаспарь просто живёт по этому принципу. Со свободными весами я работаю так. Уменьшаю периоды отдыха и использую сложные упражнения, такие как суперсеты и дропсеты, чтобы строить мышцы и жечь жир. Важный смысл тут в том, чтобы упражнения оставались тяжёлыми и изматывающими. Не думайте, что нужно делать многоповторку с лёгкими весами. Если вы постараетесь, то сможете сохранять те же веса, что и при больших периодах отдыха. ВСИАК тоже использует эту технику для сжигания жира. Высокая интенсивность с короткими периодами отдыха увеличивает эффективность ваших тренировок, говорит он. Это очень хорошо сработало на мне, когда я готовился к шоу и никак не мог распрощаться с последними самыми упрямыми фунтами веса. Когда дело касается жиросжигания, интенсивность – наше всё. Достаточно сна ночью – это первостепенное правило жиросжигания. Люди, которые недостаточно спят, страдают от замедленного метаболизма, недостаточно высвобождения тестостерона, который важен в жиросжигании и для мужчин, и в меньшей степени для женщин. И чувство голода в течение дня. Все эти факторы будут работать против вас, если вы пытаетесь похудеть. Сделайте сон вашим приоритетом. Да, это очень важно. Аминокислоты, лицин, изолицин и валин супер важны для строения мышц и восстановления, так как они усваиваются в мышцах, минуя печень. Это значит, что они могут использоваться как источник для построения белков энергии. ВСЯК рекомендует принимать БЦА до и после тренировки, чтобы ваше тело превратилось в настоящую анаболическую станцию и лучше сжигало жир. БЦА также помогают в восстановлении и непрямым способом помогают при обезвоживании. БЦА – это лучший выбор для всех, кто хочет быть стройным, так как они не калорийны. Так что добавьте ложку в свой шейкер с водой и наслаждайтесь. Замените привычную чашку кофе на зеленый чай. Зеленый чай хорош тем, что ускоряет ваш обмен веществ и благодаря своему антиоксидантному составу помогает в восстановлении организма после интенсивных тренировок. К тому же зеленый чай лучше справляется с обезвоживанием, чем кофе. Слишком много стресса приводит к перееданию, выпивке и другим нездоровым привычкам. Стресс также высвобождает гормон кортизол, который способствует накоплению жира. Если в организме много кортизола, он заставляет жир откладываться в проблемных зонах. Чтобы побороть стресс, добавьте в свое ежедневное расписание какие-то расслабляющие занятия. Принимайте ванну, читайте, болтайте по телефону с другом, играйте на улице, гуляйте, тренируйтесь, спите. Чем лучше вы будете контролировать стресс, тем лучше вы будете себя чувствовать. И тем быстрее будет виден эффект от упражнений. Вместо того, чтобы ориентироваться на весы, смотрите в зеркало на свою одежду и на то, как вы себя чувствуете. Даже если ваша цель хорошо выглядеть этим летом в топе или пикини, весы не лучший инструмент для измерения прогресса. Для большинства женщин отметка на весах это просто игра, говорит Кальтовайзер. Не давайте цифре на весах определять, какой у вас сегодня будет день. Помните, мы тут стараемся уменьшить стресс, а не увеличить его. Волнения по поводу веса и его изменений могут плохо повлиять на планомерное выполнение плана питания и тренировок. Низкоуглеводная диета может быть полезным инструментом для сжигания жира. С другой стороны, придерживаться низкоуглеводной диеты долгое время и без перерывов вредно. Это замедляет обмен веществ и приводит к другим негативным последствиям. Если вы придерживаетесь низкоуглеводной диеты, запланируйте хотя бы раз в неделю прием углеводов. Это не только поможет жиросжигающему гормону лептину, но и вашему здоровью. Я знаю, что вам хочется как можно быстрее добиться своих целей, но только настойчивость поможет вам придерживаться правильного питания и тренировок. ВСИАК объясняет. Придерживаться правильного питания и тренировок это приводит к постоянной потере жира. Если вы будете придерживаться плана хотя бы месяц, результаты удивят вас. Очень хочется стремиться к звездам, но вы должны уважать свои же ограничения, говорит Кальтвайзер. Ваши цели должны быть достижимы. Если вам надо сбросить 25 килограмм, вы не сделаете этого за месяц. Если вам надо набрать 10 килограмм мышечной массы, это долгий процесс, который займет не менее года. Если вы сконцентрируетесь на мелких шажках, успех придет и останется с вами надолго. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok